Праздник дома. Это не просто просьба, а приказ для жителей общежития Вогры. Первый его этаж находится на карантине из-за COVID-19 и под круглосуточным полицейским надзором. Евгения Копылова расскажет, как праздновать под замком. Рождество без походов в гости. Казалось бы, что может быть хуже. Но хуже может быть всегда. Первый этаж общежития на улице Малколнес-Вогра закрыт на карантин. Под окном полицейский патруль. Вокруг дома забор и ленты, предупреждающие об опасности. Накипело. Владислав один из жителей общежития. Он увидел съемочную группу и не смог сдержать эмоции. Сидел дома на самоизоляции, но не успел из нее выйти, как вдруг на дверь в коридор повесили замок. Теперь карантин. У нескольких его соседей обнаружили коронавирус. Вы понимаете, нас 23-го числа вечером просто закрыли, обложили забором. Повесили замок. И не сказали, с каким мы имеем права. Зашел представитель нам у Парвалды, раздал маски. Средства сказал карантин. Дверь закрылась. Жители общежития со второго по пятый этаж при этом передвигаются спокойно. В таком режиме прошло уже три дня. Ну, заканчиваться будут продукты. Каким-то образом будем пытаться, видимо, как в тюрьме мы будем перекидывать веревки, эти пакеты каким-то образом перетаскивать. Это какое-то ущемление прав человека. Реально. Я вот сижу как на зоне, да. Впрочем, сотрудники самоуправления приносят жильцам трехразовое питание каждый день. Уже готовые порции. Есть на карантинном этаже и человек, который не может ходить, и ему нужна помощь ассистента. С социальным работником, который только что вышел из квартиры клиента, и встречаемся. Моя помощь была для одной клиентки. Надо было вынести ведро, поменять песок кошке. Гунта – глава отдела в социальной службе ОГРЭ. По ее словам, поручить работу подчиненным она не смогла. Решила справиться сама. У меня здесь был первый случай, когда нужно было надеть специальную одежду. Я не могла попросить об этом своих работников. Я пошла сама. Да, сложно в очках, в маске, в специальной одежде. Полностью согласна с врачами. Страшно мне не было, так как вся защита есть. В ОГРЭ ждут ответа из лабораторий, когда и как можно будет протестировать всех жителей первого этажа общежития.